Доброе утро! Давайте потихонечку начнем. Значит, вот что мы в прошлый раз начали делать, и что я сделал не очень аккуратно, за что приношу свои извинения. Конечно, я забыл слово «связное», и никто меня не поправил. Значит, поверхность, о которой мы дальше будем говорить, это замкнутое, связанное двумерное многообразие. Ну, даже давайте не пустое. Значит, замкнутое, я напоминаю, что это означает компактное и без края. И мы начали работать с основной классификационной теоремой, которая говорит, что любая поверхность гомеоморфна одной из стандартных поверхностей списка, либо одной. Так, чтобы оно все-таки по-русски звучало «сфера», «сфера» с «п-ручками», «сфера» с «купленками», «сфера» с «купленками». Значит, вот перед тем, как мы пойдем дальше, я отвечу на вопрос, который был автор вопроса. Я к вам. Значит, мы, когда их получали, мы брали стандартную сферу, вырезали в ней несколько дисков, ну и по краю каждого диска приклеивали или ручку, то есть тор с дыркой, или пленку, то есть ленту миобиуса, лист миобиуса. Значит, вопрос был, у нас это появится, но давайте сразу, значит, что будет, если... Ну вот, там я рисовал эти отдельно. Если у меня есть, скажем, две, мы вырезаем два диска, вот именно так, с общей точкой. Ну вот, я хочу приклеить ручку. Значит, здесь вообще нужно сказать, наверное, это общие слова, тривиальные, но... Значит, мы говорим, что есть гомеоморфизм, и надо понимать, что вот на самом деле этих гомеоморфизмов очень много. У нас очень большой произвол, но даже если мы... Самый тривиальный пример. Вот у меня есть два отрезка. Мы хотим построить гомеоморфизм. Значит, ну я сейчас буду говорить только... Вот любая возрастающая такая функция непрерывная дает гомеоморфизм. Любая убывающая то. То есть понятно, что произвол очень большой и... Значит, что здесь происходит? Вот я вырезал в нем диск. Но я могу сделать вот что. Я могу вырезать диск и, грубо говоря, вытянуть из тора такой вот цилиндрик. Ну понятно. Значит, если я приклею по этому цилиндрику, я уж там все остальное. Дальше я могу сделать вот что. Я могу часть этого цилиндра сделать просто частью сферы. Ну и тогда получится, что у меня вот из сферы выступает такая штука, а здесь дырка. Я не хочу это формализовать. Вот мы сейчас будем очень много вещей делать, которые я все-таки формализовать до конца не буду. Значит, мы предположили, кроме того, что наша поверхность триангулируема... Значит, она покрыта треугольничками, которые правильным образом друг к другу прилегают. Значит, они могут пересекаться или по вершине, или по стороне. И к каждому, ну вот я их буду называть ребрами, к каждому ребру примыкает два... Не больше двух треугольников, но на самом деле мы работаем в ситуации без края, поэтому ровно два. И вот теперь мы поверхности сопоставляем развертку на плоскости. Значит, что такое развертка? Вот, по-моему, я еще не определял или уже определил. Значит, это конечный набор многоугольников... У которых выделены пары ребер. Ну, понятно, я сторону буду называть все время ребром. Значит, множество всех сторон разбито на пары. Которые я буду обозначать буквами. Вот такая пара. Мы будем указывать направление. Значит, это выделенное направление. И мы будем... Ну, вот я буду говорить, склеивать. Мы будем отождествлять вот эти пары с сохранением направления. То есть будем выбирать какой-то гомеоморфизм вот этих двух направленных отрезков и, значит, рассматривать пространство, которое получается после факторизации. Ну, вот самый простой пример, который у нас был. Значит, вот я рассматривал квадрат. Значит, вот эта пара отрезков и вот эта пара отрезков. Значит, если я по ним профакторизую и склею вот это с этим, а это с этим, то мы уже много раз видели, что получается тор. Значит, сначала мы склеили, получили цилиндр, а потом... Если мы поменяем на одном из них направление, то получится лента Мербюса, которую я рисовать не буду. И вот что я сейчас буду делать. Я рассмотрю некоторое количество стандартных разверток, которые соответствуют вот этим многообразиям. А потом я покажу, что в каком-то смысле любую развертку можно преобразовать так, что она становится одной из этих. Причем преобразовать так, что все время будет существовать... Ну, давайте мы... Значит, откуда развертка получается? Как она получается из триангуляции? Ну, понятно, вот я могу... Вот всем этим треугольником сопоставить соответствующие треугольники на плоскости. Ну и понятно, что у каждого ребра... Значит, я могу, например, разрезать вот эти два треугольника. Отрезать один от другого. Но я должен помнить, что когда мы отображали триангуляцию на плоскость, у них было вот такое соответствие. Здесь, конечно, возникает сразу естественный вопрос. Вот хорошо, я взял триангуляцию, отобразил ее на плоскость, а потом начал производить какие-то операции. И после этих операций снова склеил. Что мне гарантирует, что я получу ту же самую... Ну, ту же самую с точностью гомеоморфизма. Ну, вот я предлагаю в это поверить. Такого рода обосновательностью я заниматься не буду. Вот. Кроме того, значит... То... Те правила, по которым склеиваются вот эти пары ребер, определяют, естественно, как склеиваются вершины. Потому что вот если у вас это два соответствующих друг другу ребра, то начало одного из них, начало относительно направления, должно склеиваться в одну точку, а конец должен склеиваться в другую точку. Но, опять-таки, это может быть та же самая точка. Вот давайте смотреть. Значит, вот если я возьму там А, В, С, Д, значит, А – это начало вот этого отрезка. Но этот отрезок у нас склеивается с этим, значит, А должно... начало с началом. А должно склеиваться с В. Дальше. В – это конец вот этого отрезка, значит, ему соответствует вот этот, Б, должна склеиваться с С. Ну, и точно так же показывается, что С должна склеиваться с Д. То есть вот эти правила склеивания отрезков нам выдают алгоритм, как склеиваются вершины. Значит, что мы будем делать с развертками? Их можно, ну вот, разрезать. Значит, я могу вводить такие ребра, и их можно, наоборот, склеивать. Значит, такие операции допустимы. И при склеивании мы получим двумерное многообразие. Вот это я, пожалуй, поясню. Значит, если у меня был какой-то треугольник, но уже на плоскости я имею в виду, и была внутренняя точка, то когда, с кем бы я его не склеивал, она останется внутренней, значит, у нее есть окрестность гомеоморфная плоскость или открытому диску, как угодно, как должно быть у многообразия. Если я склеиваю два треугольника, то вот у этой точки, ну вот здесь есть такая окрестность, и здесь есть такая окрестность, значит, получится. Я еще раз говорю, я буду много вещей на таком не очень формальном уровне. Теперь, значит, вершина. Ну, к ней, это обязательно вершина треугольника, подходит какое-то там ребро 1, ребро 2. Вот к этому подходит еще какой-то треугольник, ребро 3 и так далее. Но у нас конечное число, ну, поскольку мы брали, я должен был говорить это слово, конечно, конечную треангуляцию, значит, у нас будет получаться конечный набор треугольников, то, значит, и сторон конечное число, и мы когда-то придем к той же самой стороне, получится вот такая вещь. Но на самом деле, возможно, еще такая ситуация, что вот у нас будут точки, которые подходят вот так два ребра. Ну, понятно, что это соответствует вот чему, что мы взяли вот такой конус и разрезали по... Так, вот теперь... Мы будем сопоставлять разверткам наборы слов. Я... Значит, вы люди грамотные, понятно, что мы так или иначе подходим к какому-то алгебраическому аппарату, но сначала это будут просто слова, в которых одинаковыми буквами будут обозначаться как раз вот эти соответствующие друг другу пары. Значит, когда я буду работать с какой-то разверткой, то в ней одной букве будут обязательно соответствовать вот эти самые два ребра. Ну, и мы будем делать вот что. Вот, значит, если я рассмотрю какой-то такой многоугольник, значит, я на нём буду выделять начало обхода, одну из вершин и направление обхода. И, значит, если у меня вот это там А, Б, С, Д, Е, то слово, которое соответствует этому, будет вот какое. Значит, направление на отрезке А соответствует направлению обхода. направление B противоположен направлению обхода. Я это буду обозначать вот так, и пока это не будет иметь никакого алгебраического смысла, это просто обозначение. Значит, С, Д, Е. Вот такому многоугольнику в развертке будет соответствовать слово. И я буду работать дальше вот этими словами. Вот теперь я опишу две стандартные развертки, которые соответствуют вот этим двум поверхностям. значит, что соответствует сфере с П-ручками. значит, я сначала рассматриваю именно случай, когда ручки есть. Ей соответствует 4П-угольник. вот какого вида, вот я нарисую первые четыре стороны, ну или какой-то кусок из четырех сторон А, И, Б, И, А, И в минус первой. Ну, давайте я вот буду пока вот так писать. В минус первой я буду писать в словах. Значит, идут 2 ребра в одном направлении, потом соответствующие им идут в другом. И все слово, которое соответствует сфере с П-ручками, будет такое А1, Б1, А1 минус 1, там А2, Б2 и так далее и до П. Почему это действительно развертка сферы с П-ручками? Вот давайте посмотрим, сделаем вот что. отрежем от всего нашего многоугольника, вот этого 4П-угольника, отрежем вот такой кусок. Это соответствует вот чему. Так, вот мне это только аккуратно надо нарисовать, знаю я за собой. Значит, вот давайте вот это так пока нарисуем. Значит, понятно, что все вершины склеиваются в одну. Значит, начало АИ с началом АИ, конец с концом, начало с началом и так далее. Значит, мы склеиваем, значит, вот здесь очень аккуратно, значит, АИ, АИ, БИ, БИ. И вот здесь получается окружность. Значит, это можно вот как нарисовать. Вот. Вот вырезается вот такой диск, и к этому диску приклеится все остальное. Вот по этой окружности. Ну, а мы уже видели, что это такое. Это тор. Тор, из которого вырезан диск. Значит, это в точности ручка. Вот отрезание такое. Это... Значит, когда я отрежу их все, у меня останется... Ну, вот. Раз, два, три, четыре. У меня останется поугольник. Значит, вот эти вершины. У которого все вершины склеятся. И тогда понятно, что получится... Ну, вот. Получатся вот такие вырезанные диски. Значит, это сфера, в которой вот столько дырок вырезано. И по этим дыркам приклеиваются вот эти торы. Ну, вот я объяснял как раз очень удобно. Так. Это то, что... Значит, стандартная развертка, которая соответствует сфере с п-ручками. Сфере с купленками соответствует 2-ку угольник. с вот такой разверткой. Значит, подряд идут АИ и АИ в одном и том же направлении. Значит, и слово тогда А1-А1 А2-А2 АКУ АКУ соответствует приклеиванию пленок. Вот давайте вот такую штуку отрежем. АА Значит, точно так же, как мы... Ну, не точно так же. Там мы отрезали 4 ребра. Здесь мы отрезаем 2 ребра. Почему получается лента Меобиуса? А вот теперь вот я буду... Я говорил, я буду пользоваться достаточно свободно вот этими возможностями. Разрезать, приклеивать. Разрезать, приклеивать. Давайте сделаем еще одно. Введем вспомогательное ребро, которого как бы не было, а мы его введем внутреннее. По нему разрежем. Ну, вот. Значит, что получится? А, Б, Б, А. А склеим теперь по А. Так. Как у меня пойдут... Ну, вот это вот... Не надо было это, конечно. Как пойдут Б. Вот здесь А и Б идут в одну вершину. Значит, Б пойдет так. А вот здесь конец Б это начало А. Значит, они по-разному. И Б пойдет вот так. Но это и есть лента Меобиуса. Мы взяли прямоугольник и вот склеили по противоположным сторонам, у которых разные направления. Ну, а вот это после склеивания даст ту окружность, по которой мы будем ну, уже к сфере с дыркой приклеивать. И вот теперь мы покажем, что любая развертка разумными преобразованиями, которые я сейчас опишу, значит, возможных преобразований, приводится ну, либо к сфере просто без ручек, либо вот к одному из таких. Значит, вот возможные операции над... значит, смысл, что я себе могу позволять, преобразуя как-то развертки. Я должен все время помнить, что после того, что я сделал и после склейки должно получаться что-то гомеоморфно предыдущему, что я не разрушаю тот гомеоморфизм, который мог быть. первые операции, они... значит, главное, это вот что они не меняют топологический тип. первые операции, операции, не связанные с, грубо говоря, вот такими преобразованиями разрезания и склеивания, а связанные просто с формальными операциями над словами. значит, во-первых, я могу переобозначать буквы. Но понятно, что я при этом должен... значит, вот если у меня была вот эта пара ребер, которые соответствовали друг другу, то если я меняю букву на одном, то замена на обратную букву. опять-таки понятно, что давайте лучше так писать, что вот в этой паре я могу поменять на обратную геометрически. Что это значит? Это значит, что я просто на них синхронно поменял направление на противоположное. Ну и понятно, что если они склеивались по такому гомеоморфизму, они будут склеиваться. Так. Циклические перестановки. Так, переобозначение. Значит, циклическая. Значит, у меня было какое-то слово W1, W2. Вот здесь уже W1 и W2 это не буквы, а слова, составленные из букв. значит, я имею право. Ну, понятно, что это просто... Вот у меня был многоугольник, вот этот кусок был W1, вот этот кусок был W2. Значит, у меня начало было вот здесь, начало обхода, я сначала шел по слову W1, потом по слову W2. Это вот здесь. Я просто это начало перенес вот сюда. Пошел сначала по слову W2. Так, и, наконец, переворачивание. Значит, геометрически это означает вот что. Вот у меня было такое направление обхода, я его поменял на такое направление обхода. Ну, значит, было слово, там, я не знаю, какое-нибудь, АВС в минус 1 и D. Значит, переворачивание соответствует тому, что мы переставляем их в противоположном направлении и все степени меняем на D в минус 1 и C B в минус 1. Вот. так, давайте мы вот теперь пойдут операции, которые ну, как бы существенно связаны связаны не только с обозначениями. Значит, разрезание. предположим, что у меня был многоугольник, которому соответствовало слово W1 W2. я провожу какую-то диагональ, вот, какую-то, которая, я плохо говорю, конечно, не какую-то, а соединяющую вот эти вершины, ну, которые как раз соответствуют разделению, и ввожу новое ребро X. Значит, мой многоугольник разрезался на 2. W1 X W2 Уп! Что получилось? Вот здесь у меня было такое направление обхода, получилось W1 X минус 1, а здесь получилось X W2. Я это буду записывать, но нам придется такой небольшой формальной алгеброй заниматься, значит, плюс. Это означает, что я буду склеивать две развертки, которые соответствуют вот этим словам. но и понятно, что я мог на этом ребре поставить направление противоположное, поэтому я могу делать вот такую вещь геометрически. одно и то же. Ну и обратная к этому операция склеивания. Вот если у меня есть вот такая вещь, то я могу склеить, избавившись от так. Теперь мне аккуратно, значит, я еще могу сокращать. Значит, если есть W1A в минус первый W2, то я могу превратить его. Каким образом? Ну вот у меня есть в разных направлениях. Я могу превратить это просто во внутреннее ребро. Я могу вот по ним склеить, и это исчезнет. Так. Что еще? Так. я сказал. Так. Вот теперь мы займемся... Значит, смысл того, что будет дальше, вот какой. Я буду брать произвольный многоугольник и пытаться в нем выделить куски соответствующие... А! Я стер. Либо соответствующие пленкам. Я напоминаю, что пленка это... Вот когда идут два... либо соответствующие ручкам. там 4 АВ Минус 1 В Минус 1 Так. Давайте вот это я все-таки оставлю мне какие-то вещи. Значит, мы начнем с пленок. Да, вот давайте до выделения пленок. Вот я говорил о сокращении, которое я стер. Значит, АВ минус 1. Что произойдет, если у нас просто... АВ минус 1. Вот одно такое слово. Ну, понятно, что это соответствует вот чему. у нас есть две вершины, чья это развертка? Это просто развертка двумерной сферы. Вот если я посмотрю на сферу и сделаю вот что. Вот эти самые и вот так разрежу по меридиану. Вот я получу ровно вот это. так что слово А-1 это просто сфера. Ну, вот которая в некий нужный момент появится. давайте я все-таки вот здесь вот эти самые слова, которые я хочу в конце получить, я их там выпишу значит, просто чтобы обозначение мои значит, А-1 B-1 A-1 минус 1 А-П это слово, которое соответствует 4P-угольнику и это слово, которое соответствует 2P-угольнику и сфере значит, первая сфера с П-рочками, а вторая сфера с К-плёнками. Значит, давайте выделять плёнки. вот здесь я должен быть очень аккуратным. Везде хочется быть аккуратным, но. Значит, основной технология вот какая. Предположим, что у меня есть развертка, в которой есть вот эти самые два подлежащих склеиванию ребра с одинаковым направлением. я хочу их соединить, хочу, чтобы они стояли вместе. Сейчас они стоят где-то, значит, и слово, которое здесь есть, я могу написать так, АУ, АВ. Понятно. вот здесь между ними слово У, а вот здесь между ними слово В. Значит, рассмотрим ребро. которое ведет из начала вот этого А. Ну, рассмотрим в смысле введем дополнительное ребро, по которому разрежем и склеим по ну, сделаем А внутренним ребром. Значит, получим что-то такое В. Так, сейчас аккуратно. значит, мы вот разрезали по вот так вот и получили АВ. В. минус первый плюс В. АВ. Ну, вот. теперь мы имеем право переворачивать. мы перевернем вот это, что мы получим В. У минус первый АВ. минус первый. А вот здесь значит, я когда говорил о циклической перестановке, значит, понятно, что циклическая перестановка позволяет переставлять по циклу, поэтому вот это слово я могу значит, это АВВ. И теперь мы применяем обратную операцию. Теперь мы склеиваем. значит, что мы получаем В У минус первый ВВ. И опять-таки используя возможность циклической перестановки, я переставляю сюда ВВ У минус первый В. Ну и так принято, значит, вот у меня были два вот эти ребра А для склейки, я хочу в результате получить опять-таки два ребра А, но стоящие подряд. Значит, я это В переменую в А и получаю АА У минус первой В. Из чего я это получил? Я получил это из ААВ. значит, смотреть. Это означает, что вот чтобы не стояло там дальше, это мы никак не трогали. мы имеем право вот такое слово, у которого на концах стоит одна и та же буква, преобразовать вот такое слово, ну вот, получив там У-1. значит, этой операцией мы тоже будем достаточно много раз пользоваться. Значит, что произошло после такого преобразования? значит, эту пару мы перегнали так, что они встали рядом, и при этом мы не меняли ни число ребер, ни число вершин. Значит, мы только вот разрезали и склеили. ну и понятно, что я могу продолжать, значит, вот если у меня еще такие пары есть, вот где-то там остались, я могу продолжать с ними это делать. Спросите лучше меня, может быть, я так, давайте сет. Значит, второй, вторая, это выделение ручек. Значит, пленка у нас выделялась, когда у меня были два ребра с одной и той же буквы в одном и том же направлении. Значит, вот давайте посмотрим на ситуацию, когда у меня есть два ребра с одной и той же буквой, но в противоположных направлениях относительно направления обхода, которые я выбрал. вот я хочу из такой пары или сделать ручку, или от такой пары избавиться. Вот здесь два возможных. Значит, первая возможная ситуация, что я нашел еще вот между ними, ну вот, значит, вот у меня были А, А, я нашел такую же пару б. В какой? Нет, правильно. Такое же в том смысле, что у них направление противоположно. если у них направление одинаковое, я из нее уже сделал пленку. Значит, вот теперь вставим дополнительное ребро, давайте его назовем С, из ну вот соединяющая начала В и В. и по С разрежем, а по А склеим. Что у нас получится? Вот это С, Б, Б, значит, у меня было А, значит, А стало просто внутренним ребром, добавил внешнее ребро С, к которому теперь вот эти два Б примыкают. Так, здесь я нарисую. Вот теперь мы проведем, вот я так нарисую, С, когда шло Б, и вот здесь у меня С. Вот я проведу еще одно ребро Д, и по нему разрежу. Значит, что я получил? С. Так, вот тут аккуратно, чтобы мне не наврать. значит, вот у меня идет Д, мы склеим, вот теперь по ребру Б склеим. Значит, как пойдет Д? Ну, давайте смотреть. Они шли с Б в одном и том же направлении. значит, Д пойдет вот так. И что мы получили? Вот давайте смотреть. Значит, когда мы разрезали вот по этому ребру Д и склеили по Б, мы Б превратили внутреннее ребро, оно ушло с границы развертки. Про него можем забыть. А по границе теперь пошло ну вот если у нас вот так С в минус первый, Д в минус первый, СД. Вот это и есть ручка. Ну, опять-таки еще раз поменять степени на минус один, переобозначить. Значит, с чего это начиналось? Это начиналось с того, что у нас была вот такая пара А и вот такая пара Б. Ну, и что-то между ними. Теперь что произойдет? Так, ну, я эту картинку оставлю. Это преобразование. Что произойдет, если у меня вот такая пара есть? А вот здесь сверху и вот здесь снизу нет одинаковых букв. Значит, давайте я все-таки еще раз. Я считаю, что то, что как бы уже было сделано, оно уже сделано. Значит, если есть, если у меня были две одинаковые буквы B вот с таким направлением, то мы выделили ручку. Если бы они были вот так, ну, я не буду рисовать, но если бы здесь на B было, то мы бы уже выделили пленку. Значит, остается ситуация, когда наверху и внизу нет ни одной пары ребер с совпадающими буквами. Вот. А тогда я могу сделать вот что. Я могу вырезать вот этот прямоугольничек и склеить по А. Я получу цилиндр, к которому по двум вот этим граничным окружностям что-то приклеено. Ну и теперь понятно, что я могу просто считать, что вот это вот нижнее приклеено к верхнему по этой окружности. То есть этот цилиндр, он с топологической точки зрения ничего не меняет. Я его могу просто значит, таким образом, что мы ну и я могу это продолжать, потому что я говорил с самого начала, когда определял развертку, что ребра, вот эти стороны многоугольников разбиты на пары, и с парами я и начинаю работать. Какие-то пары дали мне пленки, какие-то пары дали ручки, какие-то пары мы смогли от них просто от каких-то пар избавиться. это значит, что ну это была как бы лишняя часть развертки, она ничего не дает для топологии многообразия. Ну и теперь последний вопрос. Значит, я сказал, что ну как получается сфера мы видели, а в минус первой, значит, я сказал, что две вот этих, но вообще говоря, из того, что мы сделали пока, совершенно непонятно, а почему не могут быть эти, Ну могут, куда же они денутся. Вот оказывается, что если есть и ручка и пленка, то мы можем это заменить на три пленки. это называется сокращение ручек и пленок. ну вот здесь нужно мне будет быть очень аккуратным. Значит, смысл, как я сказал, ручка плюс пленка преобразуется в трипля. Значит, давайте предположим, что есть и те, и те. Ну и тогда понятно, что поскольку у меня конечное число сторон, то где-то пленка примыкает к ручке, где-то есть стоящие подряд два вот такие слова. значит, у нас есть слово АА, так, удобнее вот так написать. значит, вот эта пленка, эта ручка, ну и там что-то еще есть. Может ничего не быть. вот теперь я начну это преобразовывать. вот значит, сначала мы разрежем. Так, значит, сначала мы, прошу прощения, перенесем, а вот сюда мы имеем право делать циклические перестановки. И теперь мы разрежем вот так. Разрежем вот так, пользуясь вот этим правилом и ну дополнительное ребро я обозначу буквой Д. значит, А В минус 1 С в минус 1 Д минус 1 плюс Д В С В А. Что я сделаю с ними? Ну, вообще, вот это, конечно, очень интересно посмотреть, попробовать посмотреть геометрически, что происходит. но это, как бы, я не произведу, не воспроизведу совершенно точно, потому что очень много времени. Так, теперь вот это мы переворачиваем. Значит, давайте пленка-ручка, значит, разрез разрезали, теперь вот это мы переворачиваем. Значит, переворачиваем, я напоминаю, мы должны все написать в обратном порядке и поменять степени Д, С, Б, А в минус первый. А здесь мы опять пользуемся циклической перестановкой и А загоняем налево. А, Д, В, С, Дубль. Теперь мы склеим. по А. Склеиваем по А, что мы получаем? Д, С, Б, А в минус первый А ушли, Д, В, С, Дубль. Правильно? Вы за мной следите, потому что так, и вот теперь здесь я пользуюсь вот такой возможностью. Значит, если есть слово, по сторонам которого стоят одинаковые буквы, то я могу эти буквы поставить рядом, а слово сюда с минус единицей. значит, я это делаю вот с этими С. Я еще раз повторяю, одинаковые буквы, между ними что-то стоит, в качестве этих одинаковых букв я беру С. Так, что получается? Ну, Дема не трогаем. С переехала сюда, а вот это должно поменять значит, B в минус первый, D в минус первый, B в минус первый, ну, и это W, которая там, как бы. Так, это правильно я сделал. Так, я это сделал правильно, почему же? А, теперь я это делаю. С B в минус первое делаем, а потом D. Ну? Сначала сделаем С B в минус первое, потом D. вот я хочу. Я вот скажу справа, вот это с нормальной, без миссии. Теперь дело значит, вот здесь, да? D, D, B, B, ну, я еще переворачиваю. вот мы получили пленку, вот получили пленку и пленку. пленку. Вот такая. Так, что у меня со временем? значит, вот на формальном уровне, да, значит, пока это половина дела, но это та половина, которая как бы проще делается. значит, на самом деле, конечно, мы доказали, ну, по модулю там существования от реангуляции и так далее, что любая поверхность гомеоморфна. Вот одно из таких, но на самом деле еще осталось доказать, что они попарно не гомеоморфны, что сфера не гомеоморфна сфере со сколькими ты ручками, там сфера с п-ручками не гомеоморфна сфере с другим количеством ручек, и так далее, что все они различны, и вот это, к сожалению, требует более развитого аппарата. Но сейчас мы делали некие более-менее элементарные вещи. Но это общее в математике, даже не только в топологии. Доказать, что что-то одинаковое чаще гораздо проще, чем доказать, что что-то разное. одинаковое, это просто можно показать, как одно в другое, например, перевести, а разное это доказать, что нельзя перевести. И почти всегда в математике это приводит к тому, что нужно находить какие-то существенные различия, какие-то инварианты, что вот у одного этот инвариант такой, у другого такой. Значит, ну, одно из главных отличий, по крайней мере, вот между сферами с ручками и сферами с пленками состоит в том, что сфера с ручками ну, или просто сфера ориентируема, а сфера с пленками неориентируема. я, к сожалению, сейчас не могу это у нас будет потом, не могу сейчас формально дать точное описание, и поэтому я просто как бы неформально объясню, что происходит. Вот ориентируемость означает, что если я возьму, скажем, маленький диск и зафиксирую на нем направление обхода, то как бы я каким бы образом не перемещал этот диск по поверхности, я приду сюда с тем же направлением. а неориентируемость, ну вот легко понять в случае ленты Мёбиуса попытайтесь, что если вы по ней пройдете вдоль ее вот этой самой срединной части, то вы вернетесь с противоположным направлением. Но я еще раз говорю, это пока такие общие слова. Теперь еще одна важная еще один важный вариант это Эйлеровая характеристика. поверхность давайте ее определим через триангуляцию. Значит вот рассмотрим какую-то триангуляцию и Эйлеровая характеристика поверхности. Ее обычно обозначают буквой Хи и это вот что такое это число вершин триангуляции минус число ребер и плюс число грани треугольников. Ну и понятно, что она значит вот если я буду рассматривать развертку, то на развертке получается то же самое число, но конечно говоря о вершинах нужно иметь ввиду число вершин после склейки. Значит у нас на развертке давайте есть какие-то вершины, которые склеиваются естественно это одна вершина. Так значит что у нас получится для что у нас получится для для сферы. Ну мы видели как получается сфера значит вот мы взяли две точки разрезали по меридиану получили вот такую развертку значит характеристика сферы что у нас такое вершин но вот это две вершины они не склеивались ребер одно ребро и одна грань значит Тейлерово характеристика сферы двойка тор вот у нас развертка вершины все склеиваются в одну ребер ребер у нас два значит вот эти две стороны склеились дали одно ребро эти две стороны склеились дали одно ребро и одна грань значит ну мы сейчас увидим что происходит в общем случае но пока вот то что я делал оно не до конца корректно потому что я брал ну какие-то фиксированные развертки что фиксированные триангуляции что будет происходить при произвольной триангуляции ну вот опять-таки я не докажу но объясню как это примерно делается значит пусть у нас есть две триангуляции мы всегда можем немножко их подвинуть так чтобы у них получилось общее это называют измельчение значит вот получилась некая новая триангуляция у которой все треугольники такая что все треугольники старых получаются из как объединение треугольников вот этих более мелких значит что может происходить при измельчении значит вот может добавляться новая вершина но добавление этой вершины означает что добавляется ребро или мы можем добавить ребро провести диагональ значит добавилось одно ребро ну здесь значит плюс одна вершина значит здесь добавилось плюс одно ребро но и добавилась еще одна область добавилась еще одна грань можно добавлять например вершину внутри но опять-таки вершина внутри добавляет вершину два ребра и одну область и поэтому при измельчении но вот при таком измельчении что мы получаем новую триангуляцию которая является под разбиением старых эллирова характеристика не меняется так ну и теперь давайте посмотрим все-таки сфера с п-ручками значит вот мы видели что она получается из такого четыре п-угольника у которого сколько вершин ну одна вершина все склеиваются сколько ребер ну склеиваются пары поэтому если он был четыре п-угольник то 2 2p ну и наконец один многоугольник мы получаем так я никакого обозначения не вводил давайте я и не буду вводить значит 2 минус 2p ну и вот это никак не противоречит можно считать что сфера это сфера с нулем ручек и тор ну понятно сфера с одной ручкой заклеили так ну и давайте уж совсем все-таки чтобы на полуфразе не это самая сфера с купленками значит у нас 2p угольник значит вершин одна ребер q и многоугольник 1 2-ку так ну и тогда на сегодня мы остановимся все-таки 2-ку 2-ку на сегодня сфера 2-ку и а 2-ку 2-ку 1-ку 2-ку 2-ку а 2-ку 2-ку